Лилия Орланд Лилия Орланд Лилия Орланд Лилия Орланд Лилия Орланд Лилия Орланд Наверное, потому я остановилась, услышав незнакомый мужской голос. «Сударыня, постойте!» Я не знакомлюсь на улицах, знаю, что это может плохо кончиться. Обычно, услышав подобное, стараюсь ускорить шаг. Но сегодня был особенный день, наполненный настоящим волшебством. Я чувствовала себя немножко феей. А вдруг какой-то смертный попал в беду и нуждается в моей помощи? Разве я могу пройти мимо? Остановилась и обернулась. Он стоял у освещенной витрины метрополя и, казалось, сам светился, окруженный мелкими дождевыми каплями, взвесью, висящими в воздухе. Старше меня, но ненамного. Лет, может, на шесть-семь. Хорошо одетый. Я уже знала стоимость вот таких нарочито простых вещей. Спортивный пиджак обтягивал широкие плечи, а сквозь слегка влажную рубашку просвечивали рельефные мышцы груди. Сами собой такие не нарастают. Нужно потрудиться, и трудиться нужно регулярно. Волосы тоже намокли и липли к олбу темными прядями, так что я не смогла распознать их цвет. А вот глаза были серые, стальные, и мне подумалось, что их обладатель очень сильный мужчина. Сейчас глаза смотрели мягко, а губы улыбались. Очень притягательные губы, красиво очерченные, с маленькой, сразу незаметной родинкой в левом углу. «Сударыня, помогите, умоляю!» Он сложил ладони в нарочито театральном жесте. Собрался было упасть на колени, но, взглянув на мокрый, не особо чистый асфальт, передумал. «Чем я могу помочь вам, сударь?» переняв правила игры, спросила серьезным голосом, хотя этот мужчина вызывал у меня улыбку. «О, это дело жизни и смерти!» Он указал на витрину кондитерской. «Мне нужно выбрать самые вкусные пирожные, а я в них совершенно не разбираюсь». Все это было произнесено таким трагическим тоном, что я не выдержала и, запрокинув голову, рассмеялась. «У вас хорошее настроение». Это было скорее утверждение, чем вопрос, но смотрел на меня незнакомец так, как будто мир за моей спиной исчез, размытый дождем. «Так вы мне поможете?» Я задумалась всего на пару мгновений. Мужчина мне понравился. Вот так сразу и без сомнений. Да и что может произойти в ярко освещенном зале митрополя? К тому же дождь снова припустил, заставив сжать голову в плечи, и это стало последней каплей, упавшей на весы моих сомнений. Я кивнула и первой помчалась к двери. Незнакомец догнал меня в два широких шага, потянул за створку, распахивая ее передо мной. Продолжая играть, присела в коротком реверансе и произнесла, кокетливо опуская ресницы. «Благодарю». Незнакомец же наклонил голову, принимая мою благодарность, и указал на свободный столик у окна. Отодвинув стул, помог мне сесть, быстро бросил одну минуту и умчался к витринам с пирожными. Голос продавца я не слышала, а вот мой незнакомец ответил ему довольно громко. «Нам всего по два и две большие кружки горячего шоколада, и молока туда побольше». Как будто прочел мои мысли. «Вы что, умеете читать мысли?» Так и спросила, когда незнакомец занял место напротив меня. «Вы о чем?» Он смотрел мне в глаза с легкой хитринкой во взгляде и улыбался. «О горячем шоколаде», пояснила я. Только что шла и думала, как хорошо было бы сейчас укутаться в плед и выпить чашку какао. «Любезный!» прокричал незнакомец продавцу. «У вас есть пледы?» Через минуту я куталась в клетчатое шерстяное тепло и чувствовала, что попала в сказку. «Вы, наверное, волшебник?» Мой внутренний радар, оценивающий людей по шкале от одного до десяти, начинал сбоить, перелетая за десятку. Позвольте представиться. Волшебник Егор. Он протянул через стол руку и, чуть помедлив, я вложила в нее свои слегка подрагивающие пальцы. «Очень приятно, Вера. Простая девушка». Пожатие было осторожным, нежным и теплым. А потом Егор привстал и, склонившись над моей рукой, поцеловал кончики пальцев. «Вы совсем не простая девушка, Вера. Вы похожи на фею. Разве вы не замечаете, что сияете для нас, смертных?» Помню, как в тот момент пришла мысль, что вот он снова прочитал мои мысли, а потом еще одна. Кажется, я влюбилась. Окончательно и бесповоротно. А потом принесли пирожные. Нашего столика не хватило, пришлось придвинуть соседний и еще занять широкий подоконник. «Зачем столько?» смеялась я над пирожными и над ошарашенным видом Егора. Я и сам не ожидал. Он смущенно улыбался. «Мы пили какао, ели произведения кондитерского искусства, пытаясь сначала угадать, какая начинка заключена в воздушное, бисквитное или песочное великолепие. И разговаривали. Егор приехал из Москвы. У нас в Питере открылся филиал компаний, в которой он работал. Ему пришлось много потрудиться, зато сегодня законный выходной, который он может провести с кем захочет, если, конечно, одна очаровательная фея согласится скрасить его одиночество». Фея согласилась. Она вообще была околдована и вряд ли сумела бы в чем-то ему отказать. «Почему ты светишься?» вдруг спросил Егор, переходя на «ты» и странно глядя на меня. Меня взяли на работу. Призналась, смущаясь под его пристальным взглядом. Отвела глаза, рассматривая пирожные. Рассказывать о компании и стажировке в Нью-Йорке почему-то казалось более безопасным, чем встретиться с ним взглядом. В кондитерской было тепло и уютно, особенно вместе с Егором. Не хотелось никуда уходить. Но дождь прекратился, выглянуло солнце, и мой уже знакомый и незнакомец горел жаждой действия. Мы отправились гулять. Пирожные нам упаковали с собой. Восемь коробок. Мы, смеясь, раздавали их на улице. На нас странно косились, но нам было все равно. Мною овладело какое-то бесшабашное настроение. Все меня наполняло счастье, и его было так много, что хватило бы на всех хмурых питерских прохожих. Это был самый сумасшедший и потрясающий день в моей жизни. Вот только он слишком быстро сменился вечером. К тому времени я уже знала, что утром у Егора самолет. Он улетит обратно в Москву. И эта необходимость расставания причиняла почти физическую боль. Хотелось схватить его и не отпускать. Никогда-никогда. О чем ты думаешь? Егор внезапно остановился, обхватил мои плечи. Ты же умеешь читать мысли? Голос почему-то осип, изнутри поднялась дрожь, охватывая меня всю до кончиков пальцев. Глаза Егора, потемневшие, как низкое свинцовое небо у нас над головами, медленно приближались. Я не могла даже моргнуть, глядела в них, понимая, что он и правда читает мои мысли. Губы сами приоткрылись ему навстречу, ощущая первое робкое касание. Снова пошел дождь, но мы его не замечали. Мы продолжали целоваться, не в силах оторваться друг от друга, словно только что умирали от жажды и вдруг нашли источник. «Разве можно напиться за одну секунду, за минуту, за час?» Ответ пришел внезапно. Я не раздумывала, хорошо это или плохо. Просто знала, что так будет правильно.